Осень вовсю вступила в свои права и местами даже напоминает зиму. На улице холодно, поэтому особенно радостен тот факт, что дома жители нашего города все же встречают теплые батареи. Отопление вам дом дали? Дали. А на Шлаковом живете? Нет. А где? Пысочный. А никого из знакомых нет, кому не дали, может быть, отопление? Никто не жаловался? Никто не жаловался. Конечно, дали 2 числа. А в каком районе живете? Здесь, на Шлаковом, на Трудовой, 14. С отоплением вам дом дали? Да, да. А в каком районе живете? Халтурино. А вы что-нибудь слышали про горячую линию ЖКХ, что можно звонить? Нет, не слышали. А слышали что-нибудь про линию горячего ЖКХ, что если вдруг не топит, то можно туда обращаться? Нет. Ну, не слышала. Наверное, если была проблема, то, наверное, как бы поспрашивали бы за двором. Поэтому, наверняка, что-то, наверное, узнали. Потому что, сами понимаете, дети маленькие, в любом случае, нас просто как бы волнует в первую очередь. На сегодняшнем заседании правительство Рязанской области Олег Ковалев подытожил, что, наконец, в прошлой неделе в Рязани было включено 99,4% жилого фонда. А о том, как на данный момент обстоят дела с теплом в нашем городе, губернатору отчитался министр ТЭК и ЖКХ Валерий Матюхин. Посты тепла в текущем году проведем организованно в сжатые сроки буквально в 3-4 дня. На все детские и дошкольные учреждения, школы и лечи профучреждения тепло было подано к 18.00 8 октября. На все МКД, кроме отдельных в Рязани, к 18.00 9 октября. По Рязани на утро сегодняшнего дня, по данным администрации города, остается без тепла один двухэтажный 4-квартирный дом по улице Чкалу, 62, заканчивается установка индивидуального системы отопления. Не совсем понятная ситуация была по трем многоквартирным домам по улице Лесопарковой от котельной речи порта, но там сейчас тоже пускают тепло, как оперативные данные на утро. Отдельные сбои в теплоснабжении зданий не носят системного характера и устраняются по мере возникновения. Словом, судя по всему, в этом году вырисовывается практически идеальная картина тепла и уюта в наших домах. А если и есть случаи до сих пор незапущенного отопления, то они всего лишь единичные. И если ваша квартира вдруг стала тем самым незавидным исключением, именно на этот случай в нашем городе запущена горячая линия по проблемам ЖКХ.